Всем привет! Blender 2.91 и еще одна информация по мимике лица, как сделать именно рик. Давайте рассматривать. Костей, конечно, будет побольше, но зато губы будут двигаться, я думаю, лучше. Итак, вот на этом персонаже Джо давайте все это дело попробуем, выберем кости, зайдем в Edit Mode, вот, тройка на нампаде, выбираем, так, у меня тут косточка немножко сдвинулась, не беда, я ее могу подправить. Итак, вытягиваем Е, косточку, все по прошлым роликам сначала, а потом доработку будем делать. Alt-P, Clear Parent отсоединяем, подводим ее где-то вот к челюсти вот таким вот образом, G, подставляем, так, да, где-то в таком духе. Теперь делаем привязку к голове через Shift левая кнопка мыши и Ctrl-P, Keep Offset. Выбираем теперь вот эту косточку еще раз, Shift-D, вытягиваем одну кость, делаем S. Я хочу, чтобы к ней была привязана челюсть, через Shift-Ctrl-P привязываем вот эту кость челюсти к основной вот этой кости, которая будет крутить челюсть, ну, в смысле, губы, челюсть, вот эту часть подбородок. И вот здесь вот вытащим косточку, так, как-то, наверное, ну, так, наверное, вниз, или, Е. Отсоединим Alt-P, Clear Parent и свяжем вот с этой косточкой. Так, вот эту кость, вот с этой, Ctrl-P, Keep Offset. Следом вот эту косточку челюсти продублируем, Shift-D, подставим к верху, R, вот так я. Так, это будет держать она, значит, челюсть, S, побольше ее сделаем, G, уведем подальше от губ, чтобы, как в прошлый раз, здесь шишка не образовывалась. И перевяжем ее на голову, Ctrl-P, Keep Offset. Теперь делаем Shift-D, еще одну косточку, делаем S, и пусть она будет повыше. Только ее теперь вяжем вот к этой кости через Shift и левая кнопка мыши, Ctrl-P, Keep Offset. Ну, а теперь нужно добавлять губы вот эти. Давайте вытащим E, косточку из этой вот кости верхней, и отсоединим Alt-P, Clear Parent, G. Подставим ее по центру. R немножко перекрутим, S уменьшим, чтобы она не касалась носа, потому что может на себя потом тянуть нос. Так, и пониже как бы вот сюда. Так, здесь вот такой вот у нее вид будет. Чуть-чуть вбок это все дело уведем. Так, ну и вот эти косточки тоже можно подровнять. Так, и вот эту кость для губы, которую вытащили. Не знаю, видно вам. Вот она. Делаем Shift-D. И ставим ее вот на эту часть. И теперь еще раз Shift-D. Книзу вот сюда уводим. R перекручиваем. И G подставляем вот Край рта. Так. Ну что-то в таком духе. Если что, потом подправим. Теперь нам нужно соединить вот эти три косточки. Каким образом? Выбираем нижнюю вот эту сферу кости. Ну, кружок на кости левой кнопкой мыши. И через Shift здесь тоже нижнюю часть и жмем английскую F. Здесь подставляется кость. Теперь то же самое делаем с этой косточкой. И вот с этой. Так, F. Подставляем. Это мы сделали верхнюю часть. Можно, конечно, вот так все ввести. Это значит E. Так, вот эту часть пониже. Или добавить еще, допустим, одну кость. И вот эту кость мы можем R перекрутить. Если рот большой, G подставить ее вот сюда. Так, а вот эту косточку G увести вот в эту сторону. И G. И G. И G вот так все это дело подправить. Так, ну, как-то вот в таком духе. И можем просто не добавлять, чтобы потом не связывать вот эти вот косточки. Можем просто вытягивать. Так, вот эту часть G подровняем косточку. Вытянем, возможно, даже вот с этой кости теперь кость, E, вниз. Отсоединим Alt-P, Clear Parent. G подставим к нижней губе. Можно R чуть перекрутить. G вот сюда. Ну, чтобы она была именно по центру. Ну, вот так вот. Shift-D. Делаем еще одну кость. Соответственно, вот этой кости. Так. Shift-D, еще одну косточку подставляем. Это там выходит вверху три. И здесь, в принципе, должно выйти тоже три кости. Ну, можно больше, но чтобы красиво было. И поменьше костей. Так, вот эту кость поближе. Все косточки заводим прям на губу, чтобы они не отходили далеко от полигонов, от меша. Выбираем теперь опять вот этот низ кости. И вот Shift-D, низ кости другой выбираем. Через F соединяем косточкой. Так, теперь опять выбираем низкости. Так, F. И тут тоже F. Так, ну вот база создана. Теперь нужно их повязать. Так, вот эти косточки джи можно подальше увести. Так, вот здесь вот как-то неинтересно стоят эти кости. Наверное, все-таки вот эту кость нужно будет удалить. Delete-Bone, потому что здесь вроде как одной косточки и хватает. А вот на низу оставим уже три полноценные кости, потому что здесь вот этот переход есть. Ну, на крайняк можно вот эту косточку поделить с сабдивизией и вытянуть вот из нее Е еще одну кость вот так. Это уже если вы поставили кости и у вас не хватает на каком-то промежутке, можно, ну, таким образом заполнить это дело. Так, ну все, это нормально. Вот эти кости, так, вот эту косточку джи по центру. Теперь нужно их повязать все. Так, давайте повяжем их. Значит, вот эту кость с этой, Ctrl-P, она вязаная. Эту с этой, Ctrl-P, тоже вязаная. Проверяем слоом джи. И все, здесь нормально привязка прошла. Ctrl-Z на место. Если где-то кости отвязаны, то вы их уже... Вот здесь у меня отвязана кость. Вот. Я должен вот эту кость выбрать. И вот эту. И привязать Ctrl-P. Так, значит, не это, а вот это. Ctrl-P, keep of set. И вот эту кость к этой, Ctrl-P. Так, в принципе, она привязана. Сейчас будем смотреть, чтобы не напортачить. Так, вот эту кость, если мы отводим джи, ее тоже нужно привязывать. Значит, вот эта косточка, вот эта, Ctrl-P, keep of set. И вот эта кость к этой, Ctrl-P, keep of set. Смотрим, работают они. Так, нет. Значит, эту кость, вот эту кость к этой, Ctrl-P, keep of set. Эту кость к этой, Ctrl-P, keep of set. Проверяем джи. Почему-то тоже отвязано. Так, вот эта кость джи тянет за собой, а вот эта уже нет. Так, Ctrl-P, keep of set. Смотрим, джи не хочет эту кость к этой. Ctrl-P, keep of set. Джи тоже отвязано. Так, что за фигня. Ну, давайте поднастроим, а потом проверим. Значит, выбираем вот эту кость и вот эту. Заходим в Edit, так, в Post Mode. Цвет я пока отключу, чтобы не мозолил глаз. И Ctrl-Shift-C назначаем Stretch To. Проверяем джи, так, не ту кость взял. Джи, вот она тянет за собой. Значит, теперь получается вот эта кость на эту кость. Ctrl-Shift-C и повторяем операцию. А вот это значит, кость на вот эту выходит. Ctrl-Shift-C, Stretch To. Эта косточка на эту. Ну и вот эта на эту. Так, теперь повязали, если они нет. О, все повязано. Если нужно, подравниваем по губе. Вот так вот. Раз. Где-то что-то выравниваем. Так, вот эта кость у меня. Главное, чтобы была не отвязана. Нет, все нормально. Ее можно пониже вот сюда отвести. Так, что тут получается? Вот эту кость джи нужно пониже. Так, и это уже поправим в Edit Mode. Так, в Edit Mode они ровно стоят. Так. Ну, значит, тут их подкорректируем. Так, здесь косточка выше вышла. Джи мы ее пониже посадим. Ctrl-Z. Чтобы не разбивать систему, значит, будем вот так вот делать. Вот таким вот образом. А эту сейчас соединим с отзеркаленными. И все будет у нас нормально. Выбираем. Все косточки. Кроме вот этих через Shift, можно их отменить. Их выделение. Заходим в Edit Mode. И так. Единицы на нам паде. Делаем Shift D. Копируем щелчок, левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, Mirror X Global. И вот это все дело подставляем вот к этим костям, чтобы они здесь состыковались. Вот это будут центральные кости. Не знаю, видно вам, нет? Вот эти две косточки, это будут центральные. Так. И немножко поточнее. Теперь все по-старому, как в прошлых роликах делали. Верхние кости, вот эти верхние кости, мы привяжем к верхней челюстной кости, которая отвечает за череп. Так. Вот тут эта кость. Ctrl Z через Shift. И жмем Ctrl P. Keep Offset. Мы их привязали. Теперь если мы будем двигать вот этой косточкой, то будем двигать и вот этой губой. Ну, в принципе, губа будет действовать отдельно, поэтому не столь это важно. Потом можно перевязать на другую кость, если вдруг что-то пойдет не так. Так. Ну, вот эти тоже выбираем. И вяжем вот на эту кость челюстную. Ctrl P. Keep Offset. Проверяем, как это все выглядит в Post Mode. Тройка на нампаде. Выбираем, допустим, кость. Жмем R. И вот вы видите, что все работает. Теперь нужно это привязать к персонажу. Но для начала давайте... Так. Вот здесь вот еще подкорректировать надо все это дело. Значит, это G. Так. Вот эта вот кость. Вот сюда. А эта кость... Вот так вот повыше. Ну, чтобы все это ровненько было. Так. Здесь тоже верхнюю губу надо никак не забыть, а подкорректировать. И вот здесь вот тоже спереди вид не очень. Да, костей становится больше с каждым разом. Но управление становится лучше. Так. Ну, теперь... Можно таким же образом сделать веки. Или давайте посмотрим, как сделать вот эту часть. Брови вот эти. Дуги бровные. Так. Сейчас я отключу... Так, так, так. Очки. Зайдем в Edit Mode. И нам понадобится, значит, еще одна косточка. Давайте с головной ее вытянем. Е. И отсоединим. Alt-P. Clear Parent. Значит, теперь G. Единица на нампаде. И делаем ее S. Поменьше. И опускаем пониже вот на саму переносицу. Вот сюда вот. Так. Вот она здесь стала. Поближе надо к носу ее. Ну, а здесь можно сделать попроще. Так. Я сейчас сохраню сначала этот файл. Так, чтобы вы видели, я вот эту косточку G уберу вниз пока. И каким образом? Значит, отсюда мы делаем вот такую штуку E. Вверх кость вытягиваем. Потом делаем E. Смотрим, опять же, по черепу, как она тут ложится. Так. Теперь E. Ну, много их тут не надо. Лучше расстояние делать, допустим, вот теперь побольше. Вот так вот. Ну, и E косточку вбок как-то вытянем на висок. И вот так вот G подведем уже поближе к черепу. Так. Заходим теперь в POS MODE. Выбираем вот эту косточку. Через SHIFT вот эту. И делаем CTRL-SHIFT-C. Опять STRETCH-TU. Потом здесь такая же песня. STRETCH-TU. И вот эта кость отвечает за эту. CTRL-SHIFT-C. CTRL-SHIFT-C. STRETCH-TU. Так. Единицы на нампаде. Заходим в Edit Mode. Возвращаем головную кость, чтобы она была вот здесь повыше. Ну, и поменьше от лба ее отвести. Вот к чайнику. Вот так вот. И вот эти кости привязать. Значит. или добавить еще кость одну. Вот сюда вот по кости добавить. Или просто верхние вот эти кости привязать. Допустим, головной. Ну, давайте привяжем кости к голове. Посмотрим, как это дело все будет выглядеть. Так. Вот здесь уже казус, да? Надо по одной их все ввязать. CTRL-P, KIPOF-SET. Выбираем эту кость. CTRL-P, KIPOF-SET. CTRL-P, KIPOF-SET. Так, еще о чем я забыл сказать. Это значит вот этим костям. Вот давайте мы их все выберем. Вот так вот. И отключим им деформацию. А этим деформацию оставим промежуточным костям. Давайте проверим, заходим в Object Mode. Единица на нампаде. Выбираем персонажа. Выбираем, значит, косточки. И жмем CTRL-P. Уид Автоматик виджет. Выбираем только косточки. И заходим в Post Mode. Так, смотрим, как это все дело тут работает. Значит, выбираем... А, еще вот эту косточку. Вот эту. Я хотел подключить вот на эту кость. На CTRL-SHIFT-C. Inverse Kinematic. Для чего? Чтобы вот можно было... Так. CTRL-Z. Поставим Inverse Kinematic. Значит, влияние на две кости. Вот так, наверное. А вот этой кости, которая будет управлять, нужно отключить деформацию. Так. Смотрим G. Так. Надо добавить больше влияния костей. Это на сколько она должна быть? Так. На одну мало. На три много, да? Так. Так. Плоховато работает. Надо еще добавить костей, наверное. Ого. На десять костей-то вообще много. Так. CTRL-Z. Нехорошая эта идея была. Значит, надо ее или назад выводить кость. Так. Еще раз. CTRL-Z. Уберем пока вот эту штукенцию. С этим еще можно будет потом поработать. Так. Ну, давайте крутить ее. R. Во. Классно все крутится. Вы видите, косточки натягиваются. Так. Как выглядит рот в этом процессе. Так. Я еще челюсти не прикрутил. Ну, вот. Так-то рот, конечно, лучше настраивать. CTRL-Z. CTRL-Z. Единицы на нампаде. И давайте подключим сразу наши вот эти вот зубы. Так. Object Mode. И все по старым роликам. Значит, выбираем зубы. Выбираем кости. Contact Post Mode. И получается, это вот нижняя челюсть у нас будет настроена вот на эту кость. Вот мы ее и выбираем. CTRL-P. Это будет у нас BOM. Можно также Empty Group подсоединять. Тоже как вариант. Так. И вот эту косточку G уведем сразу вниз. Так вот. Где-то вот так, чтобы ее было видно. Так. Теперь верхняя челюсть. И можно будет повторить попытку. Сосмод только теперь вот к этой кости. Делаем CTRL-P. Бом. И теперь развернем все это дело. Вот тянет за собой нос. Вы видите. Теперь нужно на нос поставить CTRL-Z тоже косточки. Чтобы этого не было. Заходим. Находим Edit Mode. Дублируем Shift-D. Вот эту кость. Делаем ER. и подставим ее, допустим, к ноздрям. Эту к этой ноздре подставим. Так. Как она тут стала? Нормально вроде. Shift-D. Mirror X Global. И перетянем на эту ноздрю еще косточку. Вот так. Есть такое дело. Ну и одну кость Shift-D. Давайте ограничителем поставим вот сюда под нос. Так. Чтобы дюжит не ломала всю эту конструкцию. И носовые вот эти кости привяжем к голове. CTRL-P и POVSET. Так. Теперь заходим в Object Mode. И нужно это все дело опять перевязать. Персонажа на кости. CTRL-P. Значит, у нас автоматик виджет. И заходим опять же в Post Mode. Тик. Смотрим. Если мы выберем теперь нижнюю челюсть. Вот эту. Отключим видимость костей. Делаем R. Вы видите, что нос теперь не затрагивает вот это вот все дело. Вот так вот. Ну и вот теперь можно поправлять вот эти все, допустим, губы. Подгонять как-то их устанавливать лучше. Так. А если эту R покрутить? Ну вот это тоже кость работает. Все классно. Эту кость R можно открыть. И вот он будет теперь орать. Вот этот рот можно подкорректировать. Сделать вот именно вытянутым. При прошлом варианте такого, конечно, сделать было нельзя. Ну, опять же, можно сбиться, если их кости вот так вот все вытягивать. А потом, допустим, переделывать как-то. Ну, вот получается вот такая штука. Вот так он орет. Здесь можно косточки, значит, выбрать. Какие надо, вот две вот эти, допустим. И опустить вниз. Вот так. А эту вот сюда. Вот уже может быть какое-то удивление. Как-то он тут разговаривает. Мимика лучше будет делаться. Вот с такой настройкой. Так, давайте посмотрим теперь брови. Так, это у нас центральная косточка. Отвечает за центр бровей. Так, вот она не привязалась. Нужно их перевязывать. Смотрим Edit Mode. Вот, значит, это к этой Ctrl-P, Keep Offset. Это к этой Ctrl-P, Keep Offset. И вот это к этой. По-моему, так как-то. Так, смотрим, проверяем. Post Mode. G. Да, всё. Вот, заработало. Только теперь нужно ещё веки подставить. Так, на глаза вот так веки точно можно и так же сделать. Можно, как я показывал, уже упрощённо по косточке просто поставить. И чтобы ограничить или какие-то узлы носа поставить косточки, чтобы не тянуло за собой те или иные детали. Так, это значит G. Вот, центральная работает. Тоже можно корректировать. Так, Ctrl-Z. Я сейчас всё это верну пока. И в Edit Mode теперь, значит, вот на эту кость. Ctrl-P, Keep Offset. И эта часть вот на эту косточку. Ну вот, тут вроде всё настроено. Теперь нужно это сохранить и добавить ещё веки. Я уже в этом ролике показывать не буду. На таком же примере вы сможете уже сами веки попробовать сделать. Так, что ещё я хотел... Ещё будет ролик именно как сделать вот такую ступню. Давайте посмотрим. Я её показывал в предыдущих роликах. Значит, постмод. Посмотрим при привязке, если у меня тут не сбилось всё. Так, ну вот. Работает. А ну-ка это. Ну вот опять тянуть стало за собой полигон. Почему? Потому что нужно, когда вы рик этот берёте с аддона, вот, мануэлл бастион, лап, вот эту мотиву я, то тогда нужно сразу его вот корректировать. Допустим, вот сейчас отвязать штаны. Это штаны привязались к этой косточке. И просто перевязать тут всё дело. Ну, словом, ничего страшного. Всё, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok